Очень радостно петь этот псалом. Я вспоминаю, когда я еще был очень маленьким. И в нашей церкви мы жили в Эстонии. И нас детей садили спереди. И наши братья, брат Леня, брат Моисей, мой отец, другие братья. Иван Степанович был. И вот мне было где-то 8 лет. И эту песню очень энтузиазно пели братья. И церковь пела. Хотя был маленький возраст, но вспоминается, как люди верующие, которые дали свое сердце Богу, как славили Господа. И когда мы поем это псалом, действительно, наш Господь достоин славы. И мы благодарим Ему. Мы скажем славу нашему Господу. Я хочу вкратце обратить наше внимание к священным писаниям. И прочитать послание к Иуде. Это послание очень короткое. Здесь одна глава. Но я хотел бы обратить внимание на некоторые места. Это послание не часто читается, потому что в этом послании апостол Иуда высказывал очень такие конкретные слова, выражения. Он почел это нужным. И вот в первой главе, в первой главе, где апостол Иуда, он себя характеризует такими словами. С первого стишка. Он говорит так. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, призванным, которые освященные Богом Отцом и сохраненные Иисусом Христом. Обращаем внимание, что Иуда, это был брат Иисуса Христа. Один из братьев. Но когда он о себе говорит, он говорит, что я раб Иисуса Христа. Он также говорит, я брат Якова, который был же братом Иисуса Христа. Но он не говорит, я в одной семье вырос с Господом. Он себя ставит на более такой смиренный путь. Кроткий, он говорит, я раб Иисуса Христа. Я хочу обратиться к вам, говорит, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. «Милость вам, и мир, и любовь да умножится». Всякий раз, когда верующие люди, мы читаем эти слова, мы принимаем это, как и к нам это слово обращено. Апостол Иуда здесь говорит, милость вам, и мир, и любовь да умножится. И он говорит такие слова, третьим стишком и ниже. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание. Подвязаться за веру, однажды преданную святым». Вот в своей жизни апостол Иуда, уже в возрасте таком, оценивая христианскую атмосферу этого времени, он говорит, я имею усердие писать вам об общем спасении. Я почел за нужное написать вам увещание. Подвязаться за веру. «Однажды преданную святым». Вы знаете, это увещевание, это как бы совет такой, он не только был актуальным для людей того времени, он был актуальным словом для всех верующих во все века, во все рода. И Иуда говорит подвязаться за веру, «Которая однажды была преданная, преданная святым». Вы знаете, когда мы оценим или когда мы слушаем эти слова, где Слово Божие призывает нас подвязаться за веру. Не быть равнодушным, что кто-то что-то делает, кто-то подвязается, а я в стороне стою, будучи как бы верующим человеком, и я ничего не делаю для того, чтобы поддерживать, чтобы вера, которую Господь дал святым, чтобы она продолжалась, чтобы она утверждалась. И, по-видимому, в того времени, когда Иуда это пишет, так и происходило. То есть были люди, которые ревновали по Господу, люди, которые были наполнены Божьим Духом, которые с великой ревностью служили Господу, в молитвах пребывали, в постах, в добродетелях, помогали бедным, нищим, сиротам, вдовам помогали. Были люди очень, которые были задействованы в этом святом служении. Но также были общины и люди, которые стали равнодушными этому, которые перестали вот эту веру дальше нести. Они как бы считали, что они получили веру себе, получили спасение, и все остальное их больше уже не касается. То есть погибающий мир, который живет, он им неинтересный. Главное, чтобы я бы умел это покой, чтобы я спокойно приходил в общество, чтобы у меня все было хорошо. А все остальные вопросы уже больше не касаются человека. Но здесь Иуда призывает и увещевает верующих, чтобы каждый верующий человек подвязался за эту веру. И здесь стоит вопрос, чтобы подвязаться и поддерживать что-то, любой человек должен просто знать, что он несет, за что он подвязается, за кем он идет. И действительно проблема того времени стала, потому что люди перестали вникать. Однажды апостол Павел говорит, Тимофеев говорит, вникай в себя и вникай в учение. И занимайся это не по воскресным дням, никогда в тебя проблемы, никогда, может быть, тебе задали вопрос, и ты не знаешь, как ответить, ты сразу бегом вникаешь в учение, чтобы правильно ответить кому-то на вопрос. И, может быть, дети пришли, задали вопрос, ты не знаешь этого ответа, ты сразу бегом берешь симфонию, выходишь на интернет, и шукаешь ответы этим вопросом. Но апостол Павел обращается к Тимофееву и говорит, ты должен вникать в учение постоянно. Ты должен знать это учение, ты должен знать, почему пришел Христос, ты должен знать, почему, и что для тебя значит кровь Христа, Голговский крест, как человек получает искупление, как человек получает вечную жизнь, ты должен это знать. Это и есть учение, это и есть вера. И когда ты это знаешь, ты это передаешь, ты этим утверждаешься, Ты читаешь Слово Божье, ты знаешь, о чем говорит апостол Павел, о спасении, о святости, о целомудрии, о правильно христианской жизни. Деткие образцы, которые оставлены в Священном Писании, ты это знаешь, это есть вера. И вот Иуда призывает верующих, как он называет здесь их людей в первом стишке, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, которым он желает милости, мир, любовь, чтобы умножалась. Он говорит, подвязаться за веру. И об этом немножко хотел бы сегодня вкратце коснуться, поговорить. Эта тема, она актуальная для всех родов, для всех веков. Чтобы верующие люди не просто верили в Бога, но чтобы верили, чтобы жили, чтобы имели эту веру, веру, которую можно, можно нести, можно передавать. А апостол Павел коснулся раз, говоря Тимофею, говорит, вера, которая была в твоей бабушке, которая была в твоей матери, я надеюсь, что она, я уверен, что она и в тебе. То есть эти все люди имели вот эту веру, которую они передавали. Когда человек не имеет ничего, он не может ничего передать. Когда человек имеет что-то, он может его передать. Поэтому ответственность или как бы увещание, которое давал апостол Иуда верующим, чтобы мы подвязались за веру, чтобы мы ее были сами утверждены, потом могли верным людям передавать. И мы дальше читаем здесь, вот почему Иуда об этом говорит. Это не просто, знаете, люди думают, что до нашего времени, до 1900 года было все супер, что было все правильно, что люди были самые духовные. Это только в наше время произошло отступление. Нет. Враг душ человеческих хотел погубить людей с самого начала. И когда Христос пришел, эта война еще ухудшилась, и поэтому мы должны быть в вере. Но Павел, то есть Иуда здесь говорит что? Пятым стишком. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня, как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействовали, ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленной в пример. Так точно будет и с этими мечтателями, которые осквернают плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнесть укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь!» «А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают с облазном на ваших вечерях любви. Першиствуя с вами, без страха уточняет себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающиеся, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Вот идет Господь со тьмами ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». И во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и без закона. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости. Но вы, возлюбленные, помните предсказания апостолами Господа нашего Иисуса Христа. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Действительно, сильная слава, которую мы читаем, в наше время мы нечасто слышим такие выражения, которые сказал здесь Иуда. Но он так говорит, он оценивает ситуацию, что произошло, когда люди не отстаивали веру. Произошло отступление. Даже в этой церкви мы видим, куда Иуда пишет, что говорит, они с вами находятся, они сами себя утучняют, будучи в грехах. И он здесь даже говорит, что эти люди отделили себя от веры, они душевные и не имеющие духа. И они находились в этом общении. Но вот именно заключается в том, о чем Иуда говорит, подвязаться за веру. Это человек, который знает истинное учение Господа нашего Иисуса Христа, и он поддержит его в своей жизни, в своем сердце, чтобы вот эта чистая вера, она передавалась детям, близким, которые окружают люди. Но эту веру нужно-то знать. Вы знаете, сегодня в наше время, мы можем видеть такую картину, как люди говорят, ну пусть епископа, просветера об этом думают. Они нам скажут, если это нам нужно. Мы просто придем их послушаем и потом уйдем. Но апостол Иуда обращается к каждому верующему. Он не сделал развлечения научным людям, людей, которые Бог послал, позвал в служение. Он обращается к каждому верующему человеку, чтобы человек имел эту веру живую, которую он мог бы передать другим. И действительно, в это время мы видим, что так и получилось, наверное, что люди отступили от Бога. Люди приходили в церковь, потому что очень приятная и красивая обстановка, люди приятные, но веры-то нет. И вы знаете, Иуда здесь призывает верующих, чтобы подвязались за веру, чтобы то, что Бог говорит, брали в свое сердце и жили для него. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, на очень интересный пример, записанный в книге пророка Исаии. Эта книга очень особая и пророческая книга. Здесь Бог говорил через этого человека. Вы знаете, здесь отображается тоже очень такая картина, которая в то время происходила. Это третья глава книга пророка Исаии. Вы знаете, Бог поставил в обществе какую-то иерархию. Я недавно читал Слово Божие и размышлял о теме, вообще семейной теме. И Бог поставил, говорит, что всякому мужу есть глава Христос, всякому, всякой жене есть глава муж. И вот эта иерархия, которую Бог поставил, для того, чтобы в обществе был порядок, чтобы семейная жизнь была благословенная, Бог поставил эти законы, которые не изменяются до нашего дня. Но когда в этих всех ступеньках, и, как вы сказали, вот этой иерархии, которую Бог поставил, идет прерывание. Если, к примеру, вот мужу не глава Христос, что будет в этой жизни? Если в жене не глава муж, что будет в этой семье? Если для детей авторитет родителей не имеет никакого значения, что будет в этом доме? Если сегодня внуки общаются со своими дедушками, не придают им честь и уважение, что будет в этом родстве? Будет хаос и беспорядок, будет в обществе просто месс. И мы это видим, живя в Америке, вы знаете, когда мы видим, что дети молодые имеют право и свободу заявочки делать старшим людям, взрослым людям, старшим людям. Я помню, когда я был маленький, мне отец говорит, дедушка приедет к нам в гости, он на Украине жил, а мы жили в Эстонии, и когда дедушка приезжал, мы понимали, дедушка приезжает. Это отец моей матери, это не просто какой-то сосед где-то, это дедушка приезжает, это он прожил много лет, он старенький, и вы знаете, это в наше сердце влажилось, почитание человека, почитать старших, почитать тех, которые старше нас. И вы знаете, когда мы живем в этой жизни, мы видим мудрость этого всего, Божьих законов, красоту этого всего, когда почитаются старшие, уважаются, почитаются родители, вырастают дети, понимают, у них же скоро будут дети, и дети их почитают, и красиво смотреть на устроенное общество. Ведь эти законы, которые Бог устроил, и они действительно благословены, мы это видим каждый день, то общество, которое ходит за Господом, которое подвязается за веру, которую мы читаем в Священном Писании, и видим вот эти плоды Божьих благословений. Я хочу обратить ваше внимание на эту главу. Здесь в этой главе действительно нам отображаются вот эти примеры, которые показывают нам, что произошло даже в обществе в то время. Люди имели вот это тщеславие, само какое-то, дошли до состояния неверия и начали о себе думать. И мы сегодня слышали в этом слове, когда человек думает о себе то, как не нужно ему думать. И это приводит к проблемам. И вот смотрите, что здесь говорит Господь. Третья глава. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и Иуды посох и трость и всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою. Бог говорит через Исаеву, вот Господь отнимет у Иерусалима и Иуды посох и трость. И мы дальше будем читать, почему Бог восхотел отнять посох и трость. То есть, трость в руке, посох, когда люди идут, помощь в жизни и Бог заберет вот это все. Почему? Написано дальше, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусственного в слове. И Бог говорит дальше, «И дам им отроков в начальники, дети будут господствовать над ними, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюден над вельможию. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем и да будут эти развалины под рукою твоею. А он склятвую скажет, не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для чьей славы его. Здесь мы слышим, почему Бог вот это делает, почему в то время, чтобы юноша нагло разговаривал со старшим, написано, юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможем. Это просто были вещи недопустимые этого общества. И Бог говорит, я это допущу. Это было просто непонятно в то время. Почему? И Бог здесь говорит, «А так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для чей его. Выражение лиц их свидетельствует против них и о грехах и о грехе своем они рассказывают открыто, как задамляние не скрывают горе душей их, ибо сами на себя навлекают зло». Бог не равнодушен в этих моментах, когда нарушается Божья воля, когда люди нагло и необдумчиво или сознательно нарушают Божью волю, можно выразиться современным термином, автоматически происходит реакция. Автоматически Бог говорит, я это сделаю, потому что это оскорбительное для чьей славы моей. Это против Господа. И сказано такие слова, «Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Бог же сказал правду свою, человек идет по-другому. И дальше говорит Господь, скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Вы знаете, в нашей жизни, когда Божье Слово открывается в наше сердце, в нашу жизнь, мы его с радостью принимаем, мы видим Божье благословение, мы можем вкушать плоды благословения, мы можем вкушать вот этой устроенной жизни, когда действительно, вот, знаете, вот, Слово Божье призывает, чтобы отцы воспитывали своих детей, да, и вот вы, как братья сегодня сказали, воспитываем детей, вырастают дети, и они радостью для матери являются, они радостью для отца являются, и уже в старости отцы, дедушки, они наслаждаются плодами, которые однажды были посажены, посеяны, и потом благословение такое, внуки почитают старцев, отцов, и наслаждаются, и здесь Бог говорит, скажите праведнику благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, вот это Бог дает наслаждение в нашей жизни, вкушать их, испытать в своей жизни Божье благословение, а дальше Бог говорит, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие задела рук его, и дальше очень интересные слова Бог говорит в 12 стишке, притесните ли народа моего, дети, и женщины господствуют над ним, народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили, обращаем внимание, Бог говорит, притесните ли народа моего, есть дети, и женщины господствуют над ними, такое никогда не бывало, казалось бы, прогрессивное время, что-то новое, но нарушается вот эта иерархия, где дети начинают господствовать над обществом, когда женщины господствуют над обществом, эмоциональные решения происходят в обществе, и Богу это не было просто так равнодушно, Бог говорит, горе вам, действительно в то время мы увидим, когда произошло вот это падение в Израиле, когда отступление произошло, когда действительно люди молодые не стали прислушиваться старших людей, действительно, в наше время мы действительно мы тоже были молодые, есть молодые, и порой, вы знаете, приходят такие мысли в голову, что мой отец ничего не знает, он неправильно понимает жизнь, он неправильно подходит к семейным вопросам, в обществу, и человек, вот молодые особенно парни, так, наверное, в натуре вложены в этой греховной природе, вот постоянно может быть спорить, что-то говорить, и вы знаете, проходит время, и ты встаешь в таком возрасте, ты понимаешь, какой ты был глуп в то время, потому что ты вот этого всего другого вообще не знал в то время, и представьте себе вот этого молодого человека с таким разумом, с такой необузданностью, невоспитанностью, дать ему право власти, что он сделает, он войну сделает, он уничтожит государство, он разрушит все, даже в Писании говорится, женщина говорит, глупая жена свой дом развалит, а мудрая что будет сделать, она его устрояет, и действительно Божье Священное Писание приводит людей в трезвость, то есть прежний путь, он испытан, он выдержал проверку времени, мы почему когда общаемся с старшими христианами, мы их очень ценим, потому что это люди, которые прожили много лет в вере, и мы понимаем, то что они говорят имеют большой вес, это не просто люди, которые что-то где-то услышали, это люди, которые прожили с Господом, испытали все, и остались верными Господу, имеют радость, спасение, и великую надежду на вечную жизнь, и вот Божье Слово призывает нас, чтобы мы поддерживали эту веру, мы подставляли свое плечо, и дальше здесь Господь говорит, восстал Господь на суд, это 13 стих, восстал Господь на суд, и стоит, чтобы судить народы, Господь вступает в суд со старейшинами народа своего, и с князьями его, вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах, ведь здесь не так резко получилось это все, почему здесь Бог говорит, я буду судиться старейшинами, они дозволили, чтобы это произошло в ихном обществе, они дозволили, и когда это дозволение произошло, когда перестала вот эта поддержка веры, вот этот месс начался в этом обществе, и Бог говорит прямо здесь, и сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменной, и ходят, подняв шею и обольшая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теме дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их, в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги и жерелья, и опахала у вясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые, тонкие, и панчи, и повязки, и покрывала, и будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завистных волос, завитых волос, плешь, и вместо широкой панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо, мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошения. Смотрите, что Бог, как Бог среагировал на вот эти все вещи. Бог через пророка Исаию говорит, я это сделаю. Говорит, он рассказывает здесь о том, что люди ходят, себя как бы показывают, Бог говорит, я сниму это все. я пояс тот сниму и будет висеть веревка. Я сниму вот это шикарное все и будет висеть вретище. То есть, Бог неравнодушен к этим вещам, когда человек именно идет против воли Божьей. Бог это сказал через пророка Исаию. И вот это подвязание веры, о котором говорит Иуда. Действительно, в наше время, мы живем в современное время, мы можем видеть жизнь этой страны, мы можем видеть, как сегодня общество наше развивается. И мы видим вот эти плоды, которые сегодня люди говорят, слушайте, мы не знаем, что уже делать. Тюрьма, забитая людьми молодыми. Мы можем обратить внимание на чернокожих людей, которые живут в этой стране, они являются 13% населения, а 60% тюрьм забиты ими, ихними детьми. Почему? Потому что произошло вот это размножение, ведь черные люди в Америке были одни из самых христианских людей, когда они были в рабстве, у них единая надежда была на Бога. Они очень молитвенные христианские люди были, но в 60-х годах получилось разрушение семьи, вот эти одиночные семьи, неправильно создаваемые семьи, где дети просто взяли вверх и получилась великая банда. И мы сейчас видим черные братья и сестры, пастыря, плачут перед Господом, Господи, восстанови семью, Господи, восстанови наши дома, у нас ужас что происходит. Действительно, когда мы это видим и понимаем красоту Божьего встроения и плачь, и слезы, и горе, когда люди выбирают греховное. И вы знаете, когда мы находим место, здесь апостол пишет в Деянии апостолов, то есть Деяние апостолов мы находим в 20-й главе. Это 20-я глава, апостол Павел послал братьев, призвал их, он уже пришел к возраст, старый возраст, и он собрал просветеров перед своим отходом. Я хотел бы прочитать это место Священного Писания, это записано 20-я глава, 17-й стих. Измелита же, послав в Ефес, он призвал просветеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, во время, все время был с вами, работая Господу со всяким смирным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудею, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Павел здесь говорит, «Я не пропустил ничего, всю Божию истину, все слова веры, я не пропустил ничего, я оценил свое служение, я вам, просветерам, все рассказал, я открыл вам вот эту веру». Почему он обращается к этим просветерам? Потому что он уйдет, они останутся, и он призывает их вот эту веру принести, подвязаться за веру, и он говорит, «Я вас учил со слезами всенародно и по домам учил, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И вот «Ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретиться со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говорят, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пости Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по подшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, помятуя, что я три года день в ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Апостол Павел как апостол, как служитель, он говорит, чист я от крови, я не упускал возвещать вам всю волю Божью, я вас учил по домах и в обществе, я проявлял к вам вот эту апостольскую, отцовскую заботу, я совершил свое служение, я подвязался за веру, за веру, а теперь, братья-просветера, я хочу, чтобы вы укреплялись, чтобы вы дальше вот эту миссию несли. Это для нас, как верующих людей, он обращался к просветерам, служителям церкви, это сто процентов важно, но и важно в нашей личной жизни быть теми людьми, которые были верны Господу и могли передавать так же само с этими слезами, когда мы общаемся с нашими детками, когда мы им говорим о Христе, вы знаете, часто мы касаемся вопроса веры, когда мы касаемся вопросом целомудрия, святой богобоязненной жизни, когда мы говорим с нашими сыновьями, с нашими дочерями, действительно, это эмоциональный такой вопрос, это очень такой важный вопрос для нашей жизни, мы молимся с нашими детьми, мы говорим Господи, помоги им их жизни избрать святой чистый путь, чтобы в их жизнь пришло Божие благословение, мы не хотим, чтобы наши дети имели жизнь исковерканную, трудную жизнь, которую делает грех, который разрушает семьи, который просто пронесает плач матерям, плач дедушкам и бабушкам, это делает грех, когда он берет власть над людьми, и апостол Павел здесь выражает свою любовь к братьям, и он призывает их к этому состоянию подвязаться за веру, однажды приданную святым, пусть Господь благословит нас, я в заключении хотел бы прочитать, возвратиться в эту первую главу послания Иуды, 20 стих, послание Иуды, первая глава, 20 стих, здесь Иуда говорит такие слова, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего и Иисуса Христа для вечной жизни». Иуда здесь призывает, он здесь говорит слова, которые приносят благодать, которые приносят счастье, которые приносят вот эту уверенность в своем сердце о том чудном Божьем спасении. Он говорит, что нам нужно делать? Он говорит, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святей вере ваше, молясь Духом Святым». Это есть то состояние, которое нас содержит в этой жизни. Это есть то состояние, которое помогает нам пройти в нашей жизни через разные трудные обстоятельства, которые мы, может быть, встречаем. Разные обстоятельства в жизни мы встречаем. И вот это состояние молитвы, назидания на святей вере, молясь Духом Святым, он говорит, «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Суса Христа для вечной жизни». И 24-й стишок ниже, и мы будем приходить к молитве. Он говорит такие слова «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред собою своею непорочными в радости Богу, который могуществен, который может соблюсти вас от падения поставить пред собою своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Мы встанем на наши ноги и будем совершать молитву.